сегодня поговорим про сбор рамок и я вам сейчас покажу как с и вот этих четырех речек потому что эта рамка в разобранном состоянии сделать нормальную полноценную рамку и что для этого нам понадобится ну что же друзья мы начинаем приятного просмотра нам понадобится две боковых планки угольник карандаш первое что мы должны сделать сделать мы должны расчертить правильный размер здесь у нас идет 35 34 мы выставляем примерно плюс минус 17 то ли 18 низ у нас идет 14 соответственно где-то 12 перри проверяем конечно себе здесь более-менее здесь что-то тоже похоже нам очень важно чтобы было ровно здесь выставляем правильную линейку и проводим мы видим что относительно ровно дальше мы берем просто рулеточку а здесь очень важно просчитать сколько вы хотите натянутых проволок есть четыре а есть пять в этом случае мы будем делать на 5 проволок для того чтобы не портить стол мы должны использовать какую-то доску нам нужно все точно засверлить по метках вот мы и создали первую боковую планку как шаблон дальше мы берем любые планки любые боковые планки и поэтому шаблоны и по этому шаблону засверливаем конечно нужно двумя руками подбирать и ровно потому что здесь у нас планки почему-то разные разные выставляем поджимаем и высверлим проверяем если нас все устраивает а в этом случае нас по сути устраивает она ну-ка давайте пересмотрим мне кажется что более-менее ровно поэтому мы вот этот шаблон оставляем друзья дальше таким нехитрым способом мы засверливаем оставшиеся боковые планки сейчас нам понадобится степлер и скобы нам понадобится две боковых рейки для того чтобы забить скобы чтобы потом проволока не врезалась в дерево и соответственно не проседала с вощиной процессе сезона проволока заходит туда выходит сюда заходит то и получается мы таким образом набиваем наши скобы специально для того чтобы потом проволока не вырезалась а в дерево и мы не имели никаких проблем в обязательном порядке нам нужно сделать пропил для вставления вощины это делается специально для того чтобы потом когда мы будем наващивать вощину мы ее просто вставим в этот прорез и соответственно верхняя часть вощины не будет отпадать ни влево ни вправо так я делаю уже длительное время а а На следующем этапе нам будет необходим степлер, потому что мы сбиваем рамки только скобой на сегодняшний день, потому что это быстро и, честно говоря, удобно. 35 или 30. Смотрите продолжение в следующем этапе. Очень важно, что когда вы будете собирать такие рамки, то пальцы и руки не ставьте никогда здесь, потому что скоба будет идти по определенных причинах, по волокне, по волокне. Вот видите, есть структура дерева, по этой структуре скоба может пойти и может вылезти сбоку, и, соответственно, это чревато тем, что вы можете ощутить приятный пирсинг, я бы сказал. Вот таким образом мы собираем рамки. Смотрите продолжение в следующем этапе. Видите, вот я хотел вам показать. Вот здесь заходит проволока, здесь она выходит. Вот здесь мы, получается, не врезаемся в дерево. Заходим сюда, выходим здесь. Вот здесь мы выходим, переходим сюда. Выходим вот здесь, заходим. Здесь выходим, заходим и выходим, привязываемся до боковой планочки. Все просто и понятно. Так, друзья, что касается натяжки проволоки, я зимой проволоку не натягиваю. Мы проволоку будем натягивать лишь в процессе, когда уже будет непосредственно перед заселением или перед расширением. Это я делаю специально для того, чтобы не было никаких прогибаний, и чтобы я потом не имел никаких проблем. Ну, сейчас, опять же, это все будет забрасываться на чердак, и там могут еще и мышки бегать, то получается, чтобы это все, ну, и проволока, и ващина, если мы ее будем наващивать, там просто не пропала. Вот, друзья, таким образом я собираю рамки для своих пчелок. Все, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Всем пока.